Друзья, всем привет! Мы продолжаем снимать видеоблог о жизни Невской спортивной школы. Сегодня у нас в объективе легкоатлеты. Группа Михаила Владимировича Цветкова. Сегодня мы на выезде на стадионе Приморец в Санкт-Петербурге. Лето, июнь. Поехали! Барьерный бег в укороченной расстановке. Так, что-то сейчас будет происходить. 110 метров с целью отработки длины. Пошел разнос, просто разнос пошел. Ну, знаете... Это понятно. Работа над собой. Вы посмотрите, какой здесь пейзаж вообще. Какая красота. Вот там... Михаил Владимирович, Михаил Владимирович, для чего нужен тренер? Вообще тренер нужен для того, чтобы подготовить тренировочное место к проведению тренировки. Больше его никто не слушает, не прислушивается к его замечаем. Вот эти великовозрастные балбесы делают, что хотят. Слушайте, ну атмосфера бомба, конечно. Вообще, кайф. Свежий воздух, солнце. Вообще легкая атлетика, да? Вот чем хороша легкая атлетика? Природа. Вообще шикарно. 5, 6. Расставляю фишки для... Чтобы бегать по фишке, вообще. Так вот. А что вы вторую не взяли колодку? Всем привет. Что не так? Пробный просто. А, пробный? Просто старт? Да, проверить. Как ноги, как состояние. Ну и что, как состояние? Рабочая. Рабочая работа. Так, что сейчас будет происходить? Ничего сейчас не будет происходить. Ничего не будет происходить. Это чисто для меня. Ага. Барьерный бег в укороченной расстановке. И, как я уже говорил, бег по фишкам. 110 метров с целью отработки длины бегового шага и финиширования. На этом уровне им надо еще длину бегового шага отработать. Понял? Спасибо. Пошел разнос. Просто разнос пошел. Накарий, с чего не так? Нет, сейчас все так. Исправил все ошибки какие после первого пробегания. Просто нонсенс, что в одном и том же... Вернее, взрослый человек допускает постоянно одни и те же ошибки. Ну, знаете... Это понятно. Работа над собой. Я продолжаю заниматься самоторчанием. Вы посмотрите, какой здесь пейзаж вообще. Какая красота. Вот там большая невка, которая впадает, если я правильно помню, предмет краеведения, в невскую губу. Ну, посмотрите. Здесь же рядом стадион Газпром-арена. Там еще грибная база. Здесь рядом западный скоростной диаметр. Там дальше лахта-центр. Ну, просто шикарно. А там еще и яхты. Боже мой. Вы посмотрите, в каком месте... В каком месте мы тренируемся вообще? В каком месте мы живем? Наш город. Потрясающий город. Санкт-Петербург. Ну, разве не прекрасно? Как нам повезло, да? Что мы здесь? Что все мы здесь сегодня собрались? В этой работе что самое сложное для тебя? Выносливости. Ну, то, когда ты бежишь, вначале ты еще можешь там напрячься, побыстрее, побыстрее. А в конце ты такой, вот такой, смотришь, у тебя еще два барьера, ты бежишь, твоя нога не бежит. И ты такой, ну, поэтому это работа. Так, стоишь, смотришь, все думаешь. На, да. Как бегут, как бегут. Ну, я тоже ускоряюсь, я тоже стараюсь. По прямой, правда, без барьеров, просто так. Ты холоднешь? Яу. Так, так, ну что? Молодец. Очень хороший старт. Так. Слушайте, а рядом тут, вот за этим домиком, зона пляжных видов спорта. Блестяще. Просто потрясающе. Посмотрите, какой красавец здесь стадион. Ну, трибуны, как и везде у нас. Собственно, такое импровизированное произведение из досок и железа. В поселке Мга Ленинградской области такие трибуны стояли уже лет 20 назад, поэтому тут, собственно, ничего нового. Все привычное глазу. Замерли! Внимание! Хам! Так, шел второй час тренировочного занятия. Легкоатлеты с трудом передвигают ногами. Михаил Владимирович свидетельствует счастье. Вот такие контрасты на тренировке в Невской спортивной школе. Основная работа закончилась. Основная работа закончилась. Пришлось скорректировать тренировку, убрать один шестое пробегание. Что сейчас? Сейчас они убирают инвентарь за собой, переобуваются, делают специальные подводящие. Сейчас палеометрические упражнения. Вообще, надо сказать, что как летний вид спорта, легкоатлетика, конечно, просто великолепный вид. Большое количество дисциплин. Смотрите, свежий воздух. Вот если так представить себе, что здесь... Ну, представьте себе, что мы в Сочи. Здесь, в принципе, стадион под Сочи и сделан. Крыши нет нигде. Как будто бы мы в Сочи. И здесь тренируется большое количество юных легкоатлетов. Кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то толкает, кто-то метает. К сожалению, мы этого здесь не видим. А что самая классная база, великолепная. С такой базой можно в любую спорту потом пойти. Здесь не получилось. Пошел, например, в греко-римскую борьбу. Спрыгнуть и максимально быстро отскочить от земли. Спрыгнуть на носки? Ну, на первую половинку стопы, на переднюю часть. И максимально быстро вверх. Так, и для чего это упражнение? Тренер говорит. Тренер говорит, а зачем это делать-то? Тренер сказал, надо, значит, надо. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok